Сотрудники, которые именно участковые полномочия нуждаются в жилье, они будут обеспечены жильем. На сегодняшний день у нас еще есть пустующие квартиры. Сегодня в торжественной обстановке в присутствии личного состава ключей от служебных квартир в Любимове удостоились два участковых. Анастасия Кирьянова и Екатерина Жмарева. Девушки не имеют личного жилья, поэтому вступили в специальную программу. Екатерина работает участковым второй год. Она впервые заходит в одну школу в микрорайоне и осматривает ее. Просторная, уютная. Очень нравится работать, люблю общаться с людьми, помогать им. Особенно нравится, когда высказывают благодарность за проделанную работу. И очень рада, что моя работа мне выделила жилье. В дальнейшем, конечно, собираюсь сделать ремонт. Очень рада и довольна. Больше теперь в жилье не нуждаюсь. Откуда квартиры? Министерство территориальной безопасности Пермского края за счет краевого бюджета закупило шесть квартир. В дальнейшем их бесплатно передали Березеньковской администрации. А наши чиновники уже полиции. Сотрудники будут жить в служебных квартирах, пока работают в системе МВД. Для сотрудников полиции выделяются квартиры для улучшения социальных гарантий, в первую очередь. Ну и также для привлечения сотрудников для службы в правоохранительные органы. Если участковым выдали шесть квартир, две из которых уже заняты, то есть еще одна программа. Она действует для новых сотрудников полиции, также нуждающихся в жилье. На нее дополнительно выделили десять квартир в Любимове. А если вы решили устроиться на работу в полицию и также нуждаетесь в жилье, ваших звонков ждут по телефону 21 17 21. К слову, в Березеньковский отдел МВД требуются несудимые люди, годные по состоянию здоровья до сорока лет со средним или высшим образованием. Сергей Калиник, Сергей Антонович, Новости Верхниками.